Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан в минувший понедельник Было чрезвычайно необычным Мало того, что оно было Очень коротким, всего 58 минут Но по своей структуре оно было Совершенно несвойственным Тому, что уже сложилось Всего лишь два доклада прозвучало На оперативке, но те решения И заявления, которые были сделаны На них, в общем-то Носят практически судьбоносный характер Однако давайте обо всем По порядку В этот раз Радий Фаритович еще и Опоздал Назначив оперативное совещание на 12 Пришлось перенести его на 12-30 У меня, честно говоря, начинает Складываться впечатление, что Хабиров и в этом Начинает копировать Путина Путина, который везде и всюду опаздывает Где на час, где на два, где на три Заставляя своих визави Ждать, нервничать, однако сам недавно Владимир Владимирович На это дело напоролся Эрдоган заставил его ждать В Тегеране несколько минут И Путин прямо-таки высказывал свое раздражение Но так или иначе Мне кажется, что Радий Фаритович Копирует своего кумира и в этом В 12-30 все-таки начали Присутствовал и Толкачев После двухнедельного отсутствия Константин Борисович Отменно загоревший Сидел и вращал глазами Во все стороны Собственно, в этот раз ни слова он не молвил За всю оперативку, но вращал глазами весьма интенсивно Начал оперативку Хабиров с мажорной ноты Вручил два ордена Отцу и сыну Василевским Андрею Леонидовичу И Андрею Андреевичу соответственно За достижения в области Башкирского хоккея Тут, конечно, не только башкирский хоккей Но еще и немножко американский Но тем не менее Андрею Василевскому старшему Андрею Леонидовичу Орден, конечно, давно полагался Честно, без всякой иронии Человек действительно внес огромный вклад И в развитие хоккея как такового И в развитие хоккея инвалидов Он тренирует слабослышащих детей Человеку надо памятник на самом деле ставить Не только орден давать Я надеюсь, что к ордену прилагалась Еще какая-нибудь материальная помощь Для школы, которую ведет Андрей Леонидович В общем, конечно Тут я Хабирова поддерживаю на 100% Дело богоугодное Абсолютно правильное Но с какой стати достался орден Салавата Юлаева Младшему Василевскому Играющему в Америке в хоккей Ну, тут, наверное, просто уж, как говорится По совокупности Хабиров, правда, долго восхищался Кубком Стэнли Вот этими всеми делами Было, конечно, ощущение того, что Ради Фаридович примкнул к чужим заслугам За неимением собственных Ну, как бы, вот Откопал там достижения В которых, в общем-то, нет Нисколько его собственного вклада Ну, да ладно Как говорится Дали ордена хорошим людям И то, зато спасибо А вот дальше перешли к печальному Хабиров рассказал Что буквально вот только что Вернулся с печальной церемонии Вручения государственных наград Погибшим героям Специальной военной операции Речь идет о том Что Хабиров по поручению Федерального центра Передал родственникам погибших Две золотые звезды Героя России И четыре ордена мужества Радий Фаритович с болью в голосе Рассказал о том Что у погибших Со специальной военной операции Осталась масса детей Беременных жен И всевозможных проблем В какой-то момент Искренность слов Хабирова В общем-то Достигла и моей души И мне даже показалось Что Хабиров в каком-то смысле Ну, виноват, что ли Перед этими людьми Ну, так это прозвучало Да, вот в гибели этих людей Это, конечно, было не буквально Но ощущение такое было То есть, что чуть ли не прощение Просит Хабиров У этих вот Оставшихся беременных жен И осиротевших детей Но вовремя он, как говорится Спохватился И начал там давать указания Забелину По вековечению, значит Памяти, подвигов и тому подобное В общем, конечно Перепало нынче губернаторам Вот это вот неприятное По поводу и похорон И вручения Родственникам погибших Наград Это, конечно Сейчас, как бы Этого стало больше, чем Какое-то время назад И прочее, прочее В общем, конечно, действительно Ничего хорошего в этом нет Трагедия, смерть И Сиротство При любом раскладе Это плохо Но вот Хабирову приходится Выдавать эти награды Выдавая все эти новости Хабиров поминутно Напоминал присутствующим Да и нам тоже О том, что Некогда ему тут с нами возиться Потому что его ждет Иранский посол Тут, конечно, интриги Немного Мы уже говорили о том Что и тут Хабиров косплеет Владимира Путина Вот теперь он затеял Взаимоотношения с Ираном Правда, конечно Мне вот лично пришло в голову Довольно печальное рассуждение О том, что начал свою Международную карьеру Хабиров С налаживанием отношений Например, с Австрийской республикой С Турецкой республикой А нынче Вот вынужден налаживать отношения Со всякими Странами-изгоями Находящимися уже Много десятилетия Под санкциями И презренными всем миром Я имею в виду Всякие Ираны Абхазии И прочие Незаконные государственные Формирования Вступление в оперативку У Хабирова в этот раз Было длиннее Всей самой оперативки Имеется в виду Ее рабочей части И главным В этом всем вступлении Конечно же Были кадровые решения Которые он огласил Собственно Вот Это было то грандиозное Что случилось На оперативном совещании Начал Хабиров с того Что Урал Фарвазов Не так давно Сместил руководство Башспирта По поручению Хабирова Сделал там аудит Ну и стал формальным Руководителем Но теперь Руководителем Башспирта Хабиров Принял решение Назначить Раифа Абдрахимова Вот это конечно Был эффект Разорвавшейся бомбы То есть Вице-премьер Курировавший Строительство В правительстве Республики Причем Курировавший С самого начала На протяжении Трех лет Внезапно Переходит Значит Вот в этот Алкоконцерн Заниматься Башкирским спиртом Дословно Хабиров Прокомментировал Все это так Вот вам Такая командировка Поднимать Предприятие Тут же Попутно Вручил Орден Абдрахимову За заслуги Перед Республикой Башкортостан Поняв Что выглядит Это все Ритуально Как отправка На пенсию Хабиров Опроверг Дословно Заяв Нет Но это Не пенсия Понимаете Да Нужно тут Остановиться И сделать Некий анализ Значит Во-первых Что это такое Возможно Это реакция На полный Провал Господина Абдрахимова В плане Работы С дольщиками Возможно Назрели Какие-то Противоречия Внутри Строительного Комплекса И так далее Ходили Разговоры В правительстве Конечно О абсолютной Недееспособности Самого Абдрахимова Я пока Не могу Ничем Это подтвердить Но речь Шла О интенсивности Неинтенсивности Его участия В процессах В общем Конечно Это важнейший Момент Абдрахимов Всегда был Надежным Спутником Хабирова Как в финансовом Смысле Так и в административном Никогда Особенно Не вылазил На поверхность Но определенным Образом Влиял на процессы Не забывая Про Свою Обожаемую Компанию Стройтек В общем Раиф Ромазанович Присутствовал Несколько В этом всем Правда Говорят Что действительно Последнее время Стал сдавать Здесь не присутствует Там отсутствует Тут опоздал Туда не приехал Сюда не позвали Ну в общем Были такие признаки Некой Чиновничьей Деградации В общем Вот Теперь по поводу Его Недолгого Предшественника Урала Фарвазова Который Ну будучи По сути Своей Полицейской Ищейкой Конечно же Все равно Порылся В делах Башспирта Хотя ему Было строго Настрого Сказано Не вытаскивать Никаких Подвигов Там Сидякина Стрижнева И Нагуманова То есть Договоренность Была такая Что те По хорошему Уходят Башспирт Забирается Обратно Под контроль Хабирова И все Проделки И поделки Они как говорится Опускаются И забываются Но видимо Фарвазов Все таки Беспопутал Залез В это все Ну Суть по всему Ужаснулся Ну и тут же Как говорится Был заменен На абсолютно Правильного Абдрахимова Посмотрим Кстати говоря Какую позицию Займет Фарвазов Тут конечно Интрига Очень непростая Но возвращаясь К Башспирту Башспирт Всегда Исконно Традиционно Был Финансовой Опорой Для всех Башкирских Режимов И разновидностей Властей Начиная с Рахимова Минуя Хамитова Который тоже Был таким же Точно И к Хабирову Башспирт Крупнейший Производитель Алкоголя Государственный Производитель Алкоголя В России Единственный Крупнейший Находящийся В собственности Государства Производитель Алкоголя Ну в общем Лакомый кусок Финансовые потоки Внутри самого Башспирта Всегда вызывали Вопросы И интерес Как правоохранителей Так и власть Придержащих То есть там и соблазны И вопросы И прочее Прочее Всегда возникали Мы помним Этот странный Мерседес Который был куплен Башспиртом Для Хамитова Но якобы Не для Хамитова Но для Хамитова Но не для Хамитова Мы там все уже Сто раз запутались Да Но ездил на нем Все равно Хамитов Но куплен он Башспиртом Интерес Башспирских властей К этому крупнейшему И самому Денежному Из предприятий В отрасли Конечно не изменен И теперь будет Абдрахим Посмотрим Насколько это просто Перехват управления Как теперь принято говорить И потоки И влияние Просто перейдут К другому Клану К другой группировке Однозначно На мой взгляд Это купирование Влияния Сидякина Ну соответственно Нагуманова И соответственно Стрижнева По младшинству В республике То есть Сидякин Нагуманов Стрижнев Существенно потеряли влияние Потеряв Башспирт Теперь потеряли Видимо окончательно Но это еще не все Кадровые назначения Продолжились Раиф Абдрахимов Занимал Важнейший пост В правительстве Вице-премьер По строительству Ключевая роль Кто-то должен был Его заменить Но Хабиров Нам не оставил Времени На раздумья Сомнения И всевозможные Предположения Тут же назначил На пост Раифа Абдрахимова Алана Морзаева Вице-премьер Курирующий ЖКХ И строительный сектор Ну Многие конечно Иронизирует Иронизирует На тему Многообразия Талантов Алана Викторовича Действительно За последние Три года Он Возглавляет Уже Третье ведомство Ну если так Можно выразиться То есть Занимает Третий Ключевой пост Он был Министром Транспорта Потом Министром ЖКХ Исполняющим Обязанности А теперь Он Вице-премьер И одновременно Министр ЖКХ Курирующий Строительный Сектор Республики Ну Во-первых Да Это конечно Стремительный Карьерный Взлет Как Вчера Пошутил Один Остряк Вот И у Алана Викторовича У ворот Грузовик С рисками Перевернулся Мы безусловно Присоединяемся К поздравлению Господина Морзаева В плане Карьерного Роста И удачного Назначения На новую Должность Однако Здесь больше Вопросов Чем Восторгов Первый Фундаментальный Вопрос Который Нужно Задать Алану Викторовичу Понимает Леон Что Государственный Комитет По строительству И архитектуре Профильное Ведомство Которое Он теперь Будет Курировать В том виде В котором Он сейчас Существует Абсолютно Недееспособен Понимает Леон Викторович И есть ли У него Полномочия На кадровую Реконструкцию Этого Ведомства А говоря Проще На то Чтобы выгнать С работы Родина И Ковшова И назначить Туда Более или менее Дееспособных Людей Не знаю Станет ли Вообще Морзаев Активным Игроком На рынке Строительства Или он будет Просто номиналом А за ним Будут стоять Какие-то интересанты И какие-то Организации Тоже Непонятно Будет ли он Притаскивать На рынок Свои Конторы Как принято У нас У приличных Вице-премьеров Ну какой-нибудь Стройтек Например Или воздержится От этого Мы пока Не знаем Ну и собственно Главный вопрос Пересмотрит ли Алан Морзаев В целом Концепцию Курирования Строительного Сектора Которая Сложилась При Раифи Абдрахим Прямо скажем Она была Не бесспорной И потому Можно внести В нее Ряд корректив Я оставляю За скобками Вопрос Состояние Леолан Викторович Управлять Строительной Отраслью Республики Башкортостан Потому что Это пожалуй Ни у кого Не вызывает Сомнений Ну учитывая То С какой скоростью Он меняет Разноплановые Ведомства И управляет Ими С той или иной Степенью Успешности Можно предположить Что у него Все получится И вообще Конечно С вице-премьерами Вот это вот Пристраивание В сторону Башспирта В отношении Ставшего Ненужным Абдрахимова Это конечно Очень ловкий ход Со стороны Хабирова Вроде как На денежную позицию Но уже Из правительства Долой Это очень хорошая идея Я ее поддерживаю Например Можно Барданова Сделать Генеральным директором Уфа химчистки И тоже Как говорится С глаз Долой Зато и пристроили Совершив По сути Переворот Строительной Отрасли Республики Башкортостан В торопях Искоренько Хабиров Завершил Своё Обширнейшее Вступление К оперативному Совещанию Философским Замечанием О том Что его Жизненные Приоритеты Со временем Поменялись И если раньше Он Хабиров Любил ездить К себе На малую Родину Вашимбай То теперь Предпочитает Более чистые Благоустроенные Города Бирск и Благовещенск Вот как бы Ни больше Ни меньше Ну действительно После того Как Господин Абдрахманов Вот этот вот Матершинник С Куштау Возглавил Город Ишимбай Ишимбай Конечно пришел Абсолютный Упадок К нам Регулярно Присылают Фотографии И видео Того Как там Все устроено Это конечно Адский ад Ну по сравнению С другими городами Конечно Тут Действительно Наверное Нужно верить Хабирову Потому что Малая родина Пришла в упадок А вот Бирск и Благовещенск По его словам Процветают Ну и Совсем уже Завершая оперативку Хабиров вдруг Вспомнил Что 5 августа В пятницу В Уфу Зачем-то должен Приехать Министр сельского Хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев Хабиров С дрожью В голосе Напомнил Всем Что Дмитрий Николаевич Очень помогает Республике Ну надо отметить Что Дмитрий Патрушев Это вам не просто Министр сельского Хозяйства А Дмитрий Патрушев Это сын Николая Платоновича Патрушева Ну по сути Второго По влиянию Сейчас Человека Российской Федерации Председателя Совета Безопасности Ныне Ну а в прошлом Возглавляющего Наш Нынешний Российский Чекизм Человек Очень влиятельный Действительно Влияющий На Путина Про Дмитрия Николаевича Патрушева Ходят слухи О том Что он Один из Вероятнейших Приемников Владимира Путина Соответственно Тут конечно Хабиров Есть о чем Вздрогнуть И есть Как бы Где подстраховаться Мало ли что Случится Но Если хороший Прием окажем Сытный Учпачмак Выставим И чак-чака Подсыпем Глядишь И в дальнейшем Наладится Какое-то Взаимодействие Еще Из примечательного И необычного На этой оперативке Было то Что Вопрос О ковид Формально Вообще Не рассматривался То есть Его не было В повестке дня И сразу же Первым вопросом По повестке дня Стал вопрос ЖКХ Дороги Чрезвычайной ситуации Первый раз Такое С марта 2020 года Непривычно Морзаев Все еще В должности Министра Жилищно-коммунального Хозяйства Доложил Что у него За истекший период 6 аварийных Отключений Свыше 8 часов И 41 Отключение Ресурсов Чуть меньше 8 часов Уборка территории Идет полным ходом И все прекрасно И так далее Хабиров Строго Напомнил Морзаеву Что завтра Они с ним Вместе Едут в Мелиус В село Воскресенское Что-то зачастил Радий Фаридович К христианским Святыням Ну да ладно Далее Хабиров Сказал следующее Дословно Ну вы знаете Да Как я буду реагировать Если что-то там не так У вас есть день У вас есть ночь Но Это уже все Мои Там Тысяча первые Китайские предупреждения Вот сам завтра Еду смотреть Прошу вас Чтобы там было И Главе тоже говорил Там у меня Рабочая поездка Что уж там Такого страшного Происходит в Мелюзе Мы не знаем Возможно Трава стала Так высока Что уже Загораживает То Зачем Туда В Воскресенское Едет Хабиров Не знаю В общем Как-то так Загадочно Он заповедал Морзаеву Морзаев закивал Видимо Понимая О чем идет речь И тут Внезапно Хабиров вспомнил Про ковид И бегло Опросил Министра здравоохранения Рахматулина И представитель Роспотребнадзора Анну Анриевну Казак Как там у нас Дела с ковидом Бодренько Так и с надеждой На Такой оптимистический Ответ Рахматуллин Анемично Доложил Что В республике Наблюдается За неделю 26% Рост Заболеваемости Ковидом И Новую волну Эпидемии Они с Анной Анриевной Ожидают Уже в сентябре Как-то так Обыденно Доложил Что вот Так вот Хабиров Там что-то Стал чесать Репу Спрашивать Насколько Это все Плохо Рахматуллин И Казак Уверили Главу Республики В том Что Это все Конечно Ужасно плохо Но тут Понимаете Прививки И Как бы Мы тут Еще есть Три недели А там Будет Видно В общем Как-то Так Очень Очень Это Легкомысленно Выглядело Но Тем не менее Вот Как есть Так Есть То есть В сентябре Ждем Вспышку Заболеваемости А возможно И раньше Какой силы Интенсивности И смертности Она будет Непонятно Но Нас не очень Волнует Мы как говорится Все в милю Съедем Дальше Перешли К неприятному К докладу Министерства Транспорта И дорожного Строительства Опять Не было Булуша Уже вторую Неделю Вопрошаем Куда делся В отпуске В бегах Арестован Задержан Просто Лень ходить На работу Не знаем Без объявления Докладчиком Был Жульков Виктор Михайлович Сообщил нам Что за минувшую Неделю У него зафиксировано 78 ДТП В которых Пострадало 99 человек И 19 погибло Хабиров Осторожно Подытожил Эту статистику Заявив так Дословно За последние Недели Статистика По погибшим Не в нашу пользу Приоткрыл Америку Ради Фаритович Жульков Среагировал Не до конца Достоверно За две недели Порядка 30 человек Сказал Жульков Ну давайте так По честному Виктор Михайлович 35 человек Погибших Чрезвычайно много За две недели 35 это очень много Хабиров Умертоносных ДТП Комитета По поддержке Поддержки Предпринимательства И туризма Авзалова Рустем Ахмед Каримович Экс Мэра Сибая Который Путает Экстремистов С экстрементами Ну да ладно Доклад Ситуацию Авзалов Телеграм Канал Открытой Политики Кстати Которому Вам стоит Присоединиться Там действительно Важные Интересные Опросы Есть Так вот Мы Не получая Государственного Финансирования И не имея Под рукой Целое Ведомства Проводим Более Массовые Опросы Чем Их Провел Господин Авзалов Однако Авзалов Претендует На некую Меру Истинности Своих Утверждений И вот На основании Опроса Менее Полупроцента Значит Субъектов Малого и Среднего Предпринимательства Делает Какие-то Глобальные Выводы Собственно Сообщил нам Рустем Ахмед Каримович О том Что Поддержка Бизнеса За 6 месяцев Была осуществлена На целый Миллиард Рублей Но не думайте Что деньги Просто раздали Финансовую Поддержку Получил За эти полгода Только 240 Предпринимателей Это менее Четверти процента От того Что есть Вообще В республике А не финансовую Поддержку То есть Консультации И дружеские Похлопывания По плечу Получили Аж 2573 Предпринимателя Что составляет Чуть менее 5% От количества Этих Предпринимателей Хвалил себя Авзалов Безудержно Дословно Так В целом Все очень Положительно А закончил Авзалов И вовсе Грандиозным Выводом В республике Созданы Условия Для развития Предпринимательства При любых Внешних Условиях Конец Цитаты Слушайте Но если это Действительно Так То Рустема Ахмедкаримовича Срочно Нужно Упаковать В защитную Пленку Обеспечить Всем необходимым И Каким-нибудь Очень быстрым Реактивным Транспортом Транспортировать Его В федеральное Правительство Потому что Федералы Все еще Не нашли Рецепта Как сделать Так Чтобы бизнес И предпринимательство И промышленность Например В России Не страдали От внешних Условий А у Рустема Ахмедкаримовича Все получилось Ну так Надо его Срочно Драгоценного Туда Перемещать Поднимать Ему Зарплату Давать Ему Должность Вдруг Он В российской Экономике Совершит Такое Чудо Но Однако Это Конечно Не чудо Это Болтовня Абсолютно Пустая И Основанная На опросе Полупроцента И то У меня Вопросы К этому Опросу Ну в общем Конечно Авзалов Окончательно Показал Кто он Есть Такой Зачем Его Хабиров Вытащил Из глубины Вот этих Сибайских Руд Совершенно Непонятно Ну вот Собственно Уровень Работы Вот он То есть Проводишь По интернету Опрос Полпроцента Аудитории И начинаешь На результатах Этого опроса Строить Глобальные Выводы Ужас Конечно Ну Авзалов Очевидно Остался На уровне Сибая То есть Развитие Туризма В его Представлении Это Бесплатное Катание Чиновников На платном Автобусе Развитие Малого Среднего Предпринимательства Это Микроопрос Там Масштаба Сельской Группы Ватсап В общем Ну вот Так Так что Ну Вспоминая Риму Бойцову Как говорится Богатыри Не вы Субтитры Семен Семен Продолжение следует...